Приветствую вас, сразу хотелось бы обратить ваше внимание на то, что вы не задаёте никакого вопроса абсолютно, то есть вы не спрашиваете ничего, вы просто рассказываете о том, что вот у вас произошло, но вы не задаёте никакого вопроса. И на мой взгляд, на мой взгляд, это существенно затрудняет ответ на ваш вопрос, потому что не совсем понятно, чего именно вы хотите. Вот. То есть, например, вы хотите девушку вернуть, или вы хотите, например, ну допустим, пережить то, что вы расстались, расстались, или, может быть, есть ещё какие-то у вас желания. Понимаете? То есть, вот, непонятно на самом деле, чего именно вы хотите в данном случае. То есть, первое, это сформировать запрос. Второе. Вы говорите, у меня такая проблема. Меня бросила девушка, из-за чего она вас бросила, по какой причине она вас бросила, были ли у вас какие-то конфликты друг с другом. Ну, наверное, скорее всего, были, раз такая вот ситуация произошла не совсем хорошая для вас. Вот. То есть, соответственно, знакомы ли вы с сутью конфликта? То есть, понимаете ли вы, что это за конфликт? Понимаете ли вы, грубо говоря, что не нравится вашей девушке? Что ее не устраивает? Ну вот. А можете ли вы сделать что-то для того, чтобы ее устраивало? Вот. Это всё-таки очень важные вещи, важные моменты, без которых довольно сложно вам ответить на вопрос. Потому что, ну, просто потому что непонятно в чем проблема здесь у вас. Да? Ну, ребят, всё. Меня бросила девушка. Пишите вы. Она говорит, что любит меня, но не хочет отношений. И я ее очень сильно люблю. Ну, понимаете, здесь только в том, что она почему-то вас бросила. То есть, мне это представляется так, что она бросила вас по какой-то причине, и вот именно причина, по которой она вас бросила, нуждается в выявлении. То есть, девушке что-то не понравилось. Девушку что-то не устроило. И это что-то вы не выделили. Не вычленили. Понимаете? Какой момент. И вот, соответственно, с этого и нужно начинать. То есть, девушка, она говорит, любит вас, но не хочет отношений. Значит, ее что-то не устраивает. Соответственно, можно ли понять, что именно ее не устраивает и по какой причине. Вот. Это первостепенная задача. Ваша. Ну, если вы хотите ее вернуть девочку свою. Дальше. Вы говорите, что у меня возникла такая проблема. Вы говорите, что у меня возникла проблема. Значит, понимаете, эта проблема, в первую очередь, ваша, я бы сказал. То есть, для вас подобное проявление суть проблема. Для вас, не для нее, не для девочки. То есть, для девочки вашей проблемой может быть что-то другое. Для вас вот эта проблема. Понимаете? И здесь важно, здесь важно постараться увидеть, почему именно для вас эта проблема. То есть, если вы девушку любите, если вы хотите для нее счастье, если вы хотите, чтобы у нее все было хорошо, то вы же понимаете, что она ушла или бросила вас не от хорошей жизни. То есть, она это сделала, видимо, ну потому что у нее не было выбора. Вот. Либо, ну, либо она так посчитала, посчитала, что у нее не было выбора, либо там были еще какие-то моменты. Вот. Ну, но однозначно, однозначно можно сказать, что, значит, девочка оказалась неприятной для себя ситуацией. Вот. И эту неприятную для нее ситуацию создали от счастья вы. То есть, я вас не обвиняю. Нет. Я просто хотел бы, хотел бы, чтобы вы обратили на это внимание. Что вы говорите, что у вас проблема, но при этом ответственность за проблему на себя вы как бы не берете. И вот это является проблемой. То есть, проблема это все, что препятствует. Да, все, что препятствует, ну, естественному развитию, естественному какому-то продолжению, да, естественному движению, течению вещей. Это проблема. У вас, вы говорите, проблема в том, что вас бросила девушка. Но при этом для вас не проблема, что она вас бросила. То есть, вы не задаете вопрос, почему она меня бросила. Собственно. То есть, что я сделал такого, что она меня бросила. Вот. Этого вопроса вы почему-то не задаете. А он, на самом деле, здесь очень важен. Этот вопрос. Этот вопрос. Именно. так как на нем, в принципе, и основывается, по сути, значит, ваша трудность, трудность, трудность. Вот. Поэтому обязательно подумайте, чего хотите вы. Постарайтесь. Определить этот момент для себя. Вот. Постарайтесь увидеть, почему девушка бросила вас. То есть, какие-то предпосылки для этого были. Определенно. Ну, для того, чтобы она вас бросила. И вам нужно эти предпосылки-то обязательно увидеть. Потому что, иначе вы не сможете ничего сделать для того, чтобы ее вернуть. Девушку я имею в виду. Чтобы вернуть. Вот. И дальше уже будет понятно, куда вам двигаться и и, собственно, что делать. А пока надо проанализировать то, что произошло. Понять причины. И просмотреть для себя возможные варианты действий по, с одной стороны, ликвидации возможных последствий, а, с другой стороны, по предотвращению повторения данных эпизодов. Чтобы вы все-таки контролировали ситуацию лучше и не попадались вот в такие перипетии. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку. Буду помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи! Девочка! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова